здравствуйте эта программа восемь вкусов готовьте вместе с нами это вкусно полезно и интересно а наш гость сегодня игорь владимирович елистратов основатель клиники доктора елистратова здравствуйте я хочу узнать что это такое рассказывайте все хотят ровные блестящие зубы но некоторые люди стесняются носить брекет и вот чуть более 20 лет назад в америке была придумана система invisalign не так называемого невидимого выпрямления зубов которая изготавливается индивидуально для каждого человека по цифровым слепками или по цифровым технологиям изготавливается она только в одном месте в мире в коста-рики завода крупнейший на весь мир стоит используя эту систему на человека надевать ее должен 20 22 часа в сутки так же как брекеты решает проблему кривых зубов неправильного прикуса каких-то изменений которые необходимы для успешного протезирования ну и вот мы стали провайдерами на дальнем востоке наша клиника и представители invisalign россии вот нам дали такое право здесь представлять эту технологию поэтому у нас очень удобные цены для пациентов потому что у нас нам специально изготовители дана специальная цена и мы можем предложить эту услугу наряду с брекетами то есть если ты стесняешься носи невидимые выравниватели их изготавливать порядка там до пятидесяти штук каждого человека компания просто супер пластик который изготавливается и для invisalign ему аналогов вообще нету в мире то есть это патентованная технология очень крутая вот он безопасный безаллергенный и все такое прочее и плюс еще компания дает пять лет гарантии на то что теперь сделали с помощью invisalign выпрямили зубы если какие-то у тебя произошли изменения в течение пяти лет ты бесплатно получаешь от них эту услугу это круто эта компания существует я уже сказал чуть более 20 лет я сам недавно у своего друга стажировался в америке вот в декабре он очень рекомендовал мне наряду с брекетами вот она несколько дороже но это все детали которые можно уточнить в клинике но для взрослых людей для взрослых людей хотя сейчас даже уже и подростки тоже знаете ну не заморачиваться да ну и сами поймите с брекетами с вами тяжело честно говоря ухаживать если у кого-то плохие проблемные там зубы да лучше инвизуал им использовать да посмотрите пощупайте вот эту красоту вот для для того чтобы они с зубов не слетали и делали свою работу разворачивали зубы передвигали на зубы наклеиваться специальные врачом наклеиваются специальные невидимые замочки и в зависимости от задачи один зуб развернуть другой там оттолкнуть куда-то да эти замочки разные формы они под цвет эмали зубов делается практически незаметно большой плюс очищаются зубы снял ну и визуал им надел единственное что нужно очень там супер дисциплина может быть это обосновано что они такие дорогие дорогостоящие вернее да что потратив такие средства человек не будет забывать надеюсь надевать эти лайнеры потому что если ты какой-то этап пропустил ну что зубы чуть-чуть упустил иначе возвратиться надо на ступень ниже ну то есть ты делаешь шаг назад но вообще очень подвижно да но система говорю очень крутая она используется если с микроимплантами вместе и вы и с операциями даже да не видно да инвизуал имя и поэтому у нас она сейчас вот прям начали успешные применять результаты классные тоже нам они нравятся ну поэтому знаете как способ лечения всегда определяет или предлагает врач если тебе показано это и можно делай если тебе это не показано нельзя этому но не надо эту процедуру делать поэтому просто сейчас но мне очень нравится вот этот сейчас новая цифра цифровой ортодонтии наверное за этим наверное 50 процентов будущего ортодонтии как минимум да поэтому это так сейчас позволяет сделать такое решение незаметное решение быстрое но особенно для взрослых потому что действительно очень многие взрослые города что я там буду ходить как тинейджер да в брекетах и действительно дискомфорт некоторые и дискомфорт некоторые да и люди стесняются потому что нас но стеснение это российская черта такая и поэтому она не к сожалению ну не то есть выбирает врач если в америке этот способ лечения практически такой же как брекеты да то у нас он почему-то дороже ну видимо но она сама система она дорогая просто дорого ее купить дорого в америке курс лечения такой же как на брекетах стоит у нас то есть клинике получается я скажу сразу чтобы было понятно человек сам покупает систему а врач им клеит замочки и врач следит корректирует эту систему только и всего поэтому стоимость у них нашей клинике если говорить стоимость лечения как брекетов но стоимость самой системы она в разы дороже брекета из этого так и берем цену то есть чтобы люди понимали что мы не не перепродаем эту систему они платят за систему просто туда америку да чтобы ее получить чтоб врач здесь получил а задача наших врачей нашей клиники грамотно диагностировать все сделать слепки там отправить там или сканировать это все отправить правильно составить систему и пациенту что интересно что прежде чем ее купить систему полностью тебе дается цифровая анимация да тебе прислать свой случай и ты видишь как твои кривые зубы так и справляется что с ними должно происходить эти этот мультфильм отдают если ты вносишь эту капу ты туда приезжаешь в конечный пункт приходишь и пять лет ты на гарантии это прям очень круто именно нашей компании давно такое право это для меня как ортодонта такой прорыв мне кажется вот этот успех он будет очевиден потому что у нас еще я говорил что очень талантливые чисто любивые молодые врачи работают и хирурги и ортопеды и терапевты мы вообще просто любую задачу решим конечно крутая система действительно незаметно и те у кого есть возможность да это написано и я говорю что это не это неповторимый пластик есть аналоги менее дорогие там российские иностранные но вот они не решают эту задачу ну там это все просто если вы хотите такую улыбку да то используйте оригинальную систему оригинально потому что процентов срабо да и плюс еще опять же это это очень круто пять лет гарантии все уже поняли что у нас сегодня немножечко нестандартный выпуск во первых мы начали его с презентации такого интересного проекта да не побоюсь этого слова а сейчас продолжим тем что у нас сегодня в роли шефа выступает сам игорь владимирович поскольку он не только талантливый доктор он еще и талантливый повар повар да увлекается кулинарными изысками и сегодня вы для нас также первое блюдо приготовили игорь владимирович можно пару слов о нем первое блюдо это называется салат из теплой печеной на гриле груши с козьим сыром с тонко нарезом окорок там можно бы и прошу то быть и и пармская ветчина быть грецкие орехи и листья салата желательно использовать здесь лист салата который более хрустящий вот но это на любой вкус хотите хотите с руколы кто-то пресловутую руколу очень любит да вот я кстати люблю руколу такой ореховый вкус приятно поэтому я предлагаю вам попробовать вот здесь вот вся заправка находится внутри под листьями салата посмотрите как получается вот получается вот такая вот вкусная рубленая красота красота такая очень вкусно я просто еще очень любит это сочетание сладкого соленого орехового вообще потрясающий вкус это этот ресторан на пир стрит нью-йорке но вот просто понимаете этого но все вкусно да он оттуда это блюдо да вкусно просто традиционно как знаете вот эти знаменитые салаты там цезарь и кобы там еще что-то такое а здесь вообще такая необычность и доступно даже на хорошую грушу можно купить я пытался персики найти на счет в городе не было персиков возьмите грушу возьмите нектарин попробуйте пробуйте все очень вкусно не бойтесь экспериментировать действительно очень вкусно хотя когда начинаешь говорить о таком сочетании многих это пугает почему-то нельзя бояться я предлагаю продолжить нашу трапезу а телезрители как раз посмотрят как игорь владимирович готовил данное блюдо арт лофт фокусе приглашает вас на новогодние фотосессии в интерьерной кухне наш зал прекрасно подойдет для создания индивидуальных семейных романтичных фотографий мы находимся на тигровой 16 а стоимость аренды фотостудий 1700 рублей в час сегодня мы приготовим как мне кажется на мой вкус два очень удачных блюда это теплый салат с грушами заправка из козьего сыра и кальмар фаршированный кровяной колбасой начнем с первого салата это знаменитый салат из ресторана перри стрит из нью-йорка он очень простой очень вкусный и очень удачный для этого нам понадобится козий сыр оливковое масло грецкие орехи соль перец лимонный сок и непосредственно для основного ингредиента это понадобится нам хорошие мягкие сладкие груши можно брать персики можно брать нектарины только говорится во что гораздо и плюс еще усилить вкус можно будет сыром пармезан и так берем для сначала делаем заправочку берем козий сыр лучше конечно козий сыр который крошечки очень удачно будет такая знаете структура крошечки такой приятной во рту потом можно и любой взять который у вас есть сок половинки лимона цедра нам еще пригодится берем сыра козьего где-то грамм 70 нужно берем ну где-то 56 ложек оливкового масла обычно я использую для этого ступку но вот сегодня решил попробовать для этих целей использовать блендер добавляем туда соль перец соли рекомендую брать поменьше потому что козий сыр сам по себе очень соленый чуть-чуть измельчаем эту массу вот чтобы масса была практически однородная поскольку козий сыр этот достаточно мягкий то мы добавляем туда пармезана грамм 20 просто перемешав его придав этому всему структуру теперь приступим к основному процессу да к приготовлению груши желательно приготовить грушу или персик на гриле но если такового нет берете сковороду гриль что больше всего наверное удобно при нахождении в квартире и и хорошо очень прогреваем проверяем как на вкус наше шикарно заправочка можно еще украсить очень этот салат очень хорошо сочетается или с паровской ветчиной или с окороком пока мы приготовим красиво на тарелочке этот окорок пока идет декорирование блюдо наблюдаем за грушами и берем листья салата берите салат как 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 листьями как можно лучше хрустящими такими такие чтобы были вот особенно этот хрустящие их части я взял микс который присутствовал на тот момент в магазине тоже хорошие свежие листочки хрустящие очень классно салат очень вкусный очень простой очень красивый очень полезный под австралийской шардоне он вообще идет прям почерпу закачаешься вот но естественно как и все салаты он теплый еще этот салат такой знаете вот осенний прям салат груши персик там взял обжарил причем мы иногда удивительно что вот я например люблю жареные нектарины просто очень вкусно нарезая их масле такой гарнир к курице там к птице вообще просто потрясающе потому что как-то почему-то не очевидно что люди думают что жарить можно только картошку нет жарить можно все все что все что произрастает можно пожарить попробовать и вообще вот вот посмотрите у нас короче получается вот такая красота заправку кладем нас на листья салата и еще оставшийся пармезан посыпаем грушу вот эту теплую грушину пармезан он сейчас чуть-чуть на ней там как расплавится и у нас еще пока сковорода теплая прогреть орешки грецкие они сразу становятся теплыми вот пахнут уже прям вот первое блюдо готово во время еды эти листья салата груша орехи все нарезается смешивается получается очень такая вкусная масса но я думаю что стоит ее попробовать этот салат и я уверен не пожалеете в реми всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина реми всегда выгодно что ж мы приступаем к приготовлению второго блюда нашей программы я не сомневаюсь что оно будет не только интересным но и таким же вкусным как и наше первое напоминаю что наш партнер сеть супермаркетов доступных цен реми предоставил нам сегодня продукты которые вы видите у нас на столе игорь владимирович вам слово как называется это блюдо может быть есть какая-то интересная история с ним связано блюдо очень будем говорить обычно из обычных дальневосточных продуктов первое что мне очень по вкусу пришлось на дальнем востоке когда сюда много лет назад приехал это был кальмар но кроме кальмара жареного с луком я никакого другого блюда не знал но вот поиски мои и желание усилить это блюдо до привели к тому что каким-то образом да я узнал что такое блюдо существует нашел его попробовал то есть это не ваш личный рецепт нет к сожалению не мой личный но но очень вкусный но может быть он интерпретирован чем-то каждый может и попробовать и я решил попробовать сделать это так потому что даст на самом деле доступно там это не гребешок и черная икра допустим да и многие люди могут это блюдо вообще с удовольствием приготовить мне нравится как мы с вами держим интригу какой это будет кальмар тушка кальмара фаршированная кровяной колбасой очень необычное сочетание но поскольку мы живем здесь и не знаем что например в испании там кальмар очень хорошо с мясом сочетается пресловутая паэля да еще что то такое а здесь как говорю что вот настолько мы иногда зашорены да вот кальмар жареный с луком все сами себя ограничен ограничен вот а сейчас столько продуктов и принципе и опять же доступные продукты кровяная колбаса это не это не сервилат коньячный да допустим там или еще что-то какой-то да вкусное само по себе блюдо но это сублимированный да продукт но я например очень люблю эти все эти потрошки потому что они имеют свой специфичный вкус и могут украсить вот любое блюдо иногда вот не хватает именно той изюминки которую ты не получаешь там в обычном стейке там в котлете в обычном там еще что-то такое вот поэтому я решил что но вот приготовлю это блюдо поскольку на самом деле вот оно оказалось тоже так достаточно быстро готовится вкусно необычно вкусно сразу говорю прямо под вкус кальмар они друг друга вот прям дополняют друг с другом женятся кальмар и кровяная колбаса не терпится попробовать поэтому давайте приступать к процессу смотрите значит что нам нужно будет но нужно продукты супермаркета реми которые уже готовы мы подготовили естественно подготовили да что там не резать там еще что-то такое не чистить кальмара первое что нам понадобится хорошо раскаленная сковорода сковорода мы готовим на оливковом масле на оливковом масле надо ее хорошо чуть-чуть прям капельку этого оливкового масла я знаю что вы очень хорошо разбираетесь морепродуктах по той причине еще что вы добывали крабов студенческие ну я в студенческие на крабы вот по крабам по крабам я могу консультацию дать сказать это хороший краб этот плохой этот уберите да а по остальным продуктам у меня конечно наверное ну есть промахи да но я вот эти спизлы какие-то там фантастические там миди я вот честно говоря это но в свой вкусовой рацион вернее вкусовые ощущения не они не такие богатые могут быть может я их неправильно готовлю но учусь добавляем мелко нарезанные кусочки бекона все-таки колбаса кровяная она не сильно жирная поэтому можно добавить добавить бекончика туда и добавить вот остался у нас там или пармской вещины чего нет такого как здесь можно немножко дать волю воображения вообще абсолютно но главное чтобы это было что-то мясное да естественно игорь владимирович а вы всегда мечтали стать стоматологом или я мечтал стать ну так в детстве знаете летчиком летчиком танкистом музыкантом математиком я не знаю там но когда пришло дело рационально разбираться да и плюс новый факультет тогда в хабаровске только открылся я когда решил медицину пойти а тут вот новый факультет думал как раз буду обеспечивать людей зубами тогда это так вообще все плохо было но этот ну как оказалось я сделал правильный выбор тогда в бекон добавляем красного лука он вроде как знаете считается что он повкуснее этот хотите веточку тимьяна добавьте там еще что то такое ну я вот по простому чтобы было понятней то есть спокойно лук пока размягчается да мы с вами можем продолжить а мы продолжим вы решили что вы будете одним из первых кто будет стоматологом помогать делать зубы да я кстати ну я человек скромный скажу вот я вообще самый первый из факультета там защитил кандидатскую диссертацию потом уже пошел там преподавать там еще что то такое а спустя сколько лет практики вы начали преподавать ну я преподавать начал спустя три года практики о вернее пять лет практики и ординатуру и аспирантуру закончил я был молодой уверенный себе преподавать а потому что я закончил очень классную аспирантуру в москве у главного стоматолога советского союза евгения власа чеборовска очень признателен но я уже был у него последним аспирантом выходил уже из университета тогда но прожил очень долгую жизнь после этого он в 65 лет ушел только в прошлом году по маму или в этом году умер довольно таки взрослым при личном возрасте вот и не без гордости так говорю что закончилась сразу я после этой после этой аспирантуры ему преподавать хоть что хоть где вернее стоматологии я знаю что вы одним из первых стали делать брекет системы но это я уже один из или первый даже на дальнем востоке на дальнем востоке да я в девяносто втором году поехал в москву попытался там что-то там научиться но тогда это было все уже коммерциализировано да ну приехали друзья американцы а я по-английски говорил лучше всех на факультете в то время потому что остальные говорили только ну там он нет нет лондона is the capital of great britain да вот и короче а когда лук размягчится мы добавляем колбасу чтобы она стала такой по зажаристый что корочка на ней образовалась на колбасе то есть тоже смело и и зажариваем до проблем обжариваем эту кровяную колбасу игорь владимирович мы с вами остановились на том что вы один из тех кто говорил лучше всегда на курсе по-английски на факультете да и когда приехали американские ортодонты с ними надо было разговаривать в американцы поняли эту историю и они пригласили говорят приезжай к нам на учебу ну мой друг вот к сожалению тоже вот недавно он умер 95 лет 60 лет практики в америку только доберись я только до него добрался и с тех пор от из америки можно сказать не каждые полгода не вылезал с ортодонтами америки общался и потом уже с помощью дойла болдриджа вот он мы стали курсы организовывать учить людей клеить брекеты владивостокских с нам стали приезжать там сидели на кухне почти что на руках на пальцах но они потом все двинулись я очень рад что мои ученики такие успешные да вот и здесь во владивостоке в хабаровске вот ну вот потом уже вот я вот во владивостоке уже оказался в девяносто девятом году меня пригласили как человека наделенного ученой степенью такой высокого качества да открыть факультет стоматологический вот я два года был первым деканом пыталась организовать этот факультет но потом в силу обстоятельств каких-то разных да как у нас в жизни бывает ты принимаешь решение одну я принял решение уйти частно практикующим врачом потому что практика врачевание мне нравилось больше чем практика преподавания конечно процесса во первых да процесс и ну плюс еще и ну известно как оценен преподавательский труд в россии конечно очень жалко да что так вот и поэтому я решил уйти в частную практику поскольку был полон сил идей желания да и воплотить не только там свои там будем сказать амбиции да ну и в принципе знаете как но и как стать бизнесменом грубо говоря да таком готовность бизнесмена в полном смысле слова давайте чуть-чуть давайте про кальмарчиков про любимых да короче теперь обжаренную колбасу в обжаренную колбасу надо чтобы она так вот более-менее остыла мы добавляем терочка вот да терочка вот я уж что знаете люблю когда продукты без этого без остатка цедру лимона добавляем я правильно помню что цедру необходимо счищать так чтобы не было белых вот эти да то есть до белого да вот она чуть-чуть до белый прослой да это это очень важно что горчить будет да иначе чуть-чуть может быть иногда иногда какая-то горечь нужна вот я лаймовую цедру тоже люблю и лимончика чуть-чуть там знаете вот прям этот как сказать как запахло какой аромат да и потом туда добавляем лучше можно черствый хлеб хотите черный хотите белый но чтобы он был черствый допустим этот хлеб был вы прям как истинный повар все делаете рецепты очень необычные интересные а как давно вы увлеклись приготовлением я вообще поесть люблю понимаете ну по мне заметно и это самое прям вкусно вы в прекрасной форме спасибо но я говорю что я очень люблю поесть и вот если бы я был так сказать отпетым гурманом да я бы наверное очень большую часть жизни посвящал там посещению ресторанов так еще на самом деле дегустации много раз посещая америку могу вообще вот с приятной уверенностью сказать что во владивостокских ресторанах вообще не хуже готовят так вкусно единственно что у нас ну действительно дефицит продуктов хороших каких-то значит смотрите мы берем подайте ложку пожалуйста пожалуйста я хоть что-то сделаю берем в измельчитель вот эту всю массу выкладываем она еще горячих она еще пока горячая ну ничего страшного это вот вы чуть-чуть в измельчителе буквально знаете чтобы у него сильно крупных кусочков не было нужно не пюре да нужно чтобы знаете вот какие-то да не 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 размешьте в пюре вот этот вкус вот этого хрустящего бекона колбаски кусочки хлеба вот эти вот он будет теряться немножечко до берете ложечку и фаршируем и начиняете тушку кальмара не страшно это если эта масса там там горячая и я рекомендую вот этот не наполнять эту тушку слишком плотно потому что она когда мы будем ее жарить она немножко жарится жарится да да поэтому смотрите что вот так вот поэтому я бы кстати вот не учла этот момент видите нет ее надо лайфхаки узнаешь чтобы вот это все не не вывалилась не вывалилась никуда да мы берем вот этот палочку шпажку до шпажку берем а можно например зубочисткой или ее не хватит а я не хватит пробовали даешь кальмары вон такие большие так я кстати когда готовлю кальмар я очень люблю его я всегда покупаю только нечищенный да я знаю да там говорят что так правда сам да он потом вкус он держит дольше да 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 может повара он сказал да действительно такой кальмар он все-таки лучше сохраняет вкусовые качества поэтому не ленитесь чистить кальмар таким вот образом подготовленные вот эти вот тушки опять же сковорода гриль смазываем маслом чуть-чуть или нет чуть чуть можно знаете прям буквально там переворачиваем видите он стал уже такой прям на гриле гриленый такой прям кальмарчик вот он вот он такой красавчик как долго будем жарить смотрите здесь надо нам следить да наверное следить сейчас но кальмар он принципе знать он же быстро обжаривается живых курсе да чтобы он таким не был жестким он не должен быть жестким вот он сейчас вот эту свою набрал кальмарность теперь мы туда добавляем чеснок на сковороду для аромата для аромата берем я взял молотый перец чили можно просто сухой тоже взять туда выкладываем помидоры черри сладкий смотрите суть какая нам сейчас нужно поставить это такой вот они обжарились сейчас закрыть какой-то этой самой чтоб получился типа томатного соуса у нас такого огонь убавляем 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 до скольки ну где-то с девятки до 4 до четверки и все и больше не переворачиваем кальмар просто продолжаем тушение продолжаем тушение и так вы стали практиковать здесь все таки решили отдать предпочтение практике как я сказала да и что было дальше как дальше развивались дела но они до сих пор развиваются до сих пор развиваются достаточно успешно я очень честно говоря даже не думал что окажусь таким человеком относящимся к своей профессии просто меня сейчас я очень люблю свой коллектив да кто у меня работает мне очень нравится что это молодые ребята такие чувство любивые стремящиеся как я вот они меня напоминают как я знаю все я не жалею денег на их образование да вот ну помогаем получать они глаз глаза горят знаете так это самое и в результаты получать доверие степень доверия к ним настолько высока вот у меня я вижу их результаты работы вообще просто молодцы у нас но я считаю существ коллектив на данный момент долго и шли какие-то люди приходили уходили мы все разные да мы слышим друг друга или не слышим но сейчас прям вы знаете настолько доволен то есть человек ну можно бы сказать да и потому что все это все работа все это конкуренция конкуренция заставляет нас стать лучше мы как как и в жизни человек самое главное должен соревноваться с самим собой потом с конкурентом нужно быть лучшей версии со мной да 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 чтобы вот так но конкуренты нужны конечно чтобы был дух авантюризма всегда оставался с нами не могли бы вы рассказать о таком самом значимым может быть даже революционном событии которое стало прорывом в последнее время в мире стоматологии вы знаете на самом деле вот я вам так скажу стоматологии ничего там за сто лет не поменялось как как я уже говорил не раз что кариес это инфекционное заболевание ну вот он уже бактериями вызывается до стриптококами заразиться возможно говоря даже об этом сейчас да кариес это инфекционное заболевание кариес это потеря части зуба да просто и все грубо говоря которая все время заменялась но материалами которые лучше и лучше и лучше становились прорывом одним из прорывов стоматологии я считаю что это конечно стало это имплантация зубов которая лет пятьдесят как появилась в мире да она претерпевает изменения опять же связаны все с технологией стоматология это не наука вот я прям откровенно говорю потому что это это ремесло а это ремесло которое успешность которого обусловлено научными фактами из других области медицины области медицины там фундаментальной медицины технологии вот все что самое появляется там в мире в технологиях сразу в стоматологии в медицине но сейчас другие виды тоже медицины очень такие достаточно успешные но вот я говорю что в стоматологии вот это на мой взгляд это конечно имплантация ну и плюс вот это пресловутые брекеты которых мы только там узнали вот это семья там в девяносто втором году их начал применять они уже были они уже существовали 80 лет в мире я не знаю правда это или нет может быть вы будете смеяться над моим вопросом но мне интересно я воспользуюсь случаем и спрошу вас правда ли что у американцев я понимаю что одна из причин как вы сейчас сказали они следят изначально по-другому за полостью рта за свои в принципе но правда ли что у них такие белоснежные улыбки у большинства потому что у них вода богатая втором не на самом деле вот это вот все готовы у них действительно белые зубы очень на самом деле что такое ну что такое зуб зубы это кость покрытая эмалью до эмаль самая крепкая часть нашего организма дали но которые разъедают бактерии опять же которые вырабатывают кислоту и не даже эту эмаль разъедают да вот американцы я вам скажу что страна как то в кота страна на территории которой никогда не было войны страна люди которые там последние сто лет живут лучше чем весь мир продукты технологии но это ведущая там страна до мира почти как ссср питание всему и все это изучалось некоторые вещи которые мы сейчас там типа вы только изучили про этот пресловутый фтор там еще что-то такое нет не сторон связано вообще с в целом уровень жизни сейчас у нас и допустим тоже отмечаю 20-летние люди да если у нас у 20-летних было там из 100 человек у 98 кариес да сейчас там из 100 человек ну у пятидесяти всего это тоже это результат правильного подхода в хорошего питания следить за собой следят за зубами вот то есть опять же возвращаясь к инфекционным болезням как кариес таки даже чего там если у человека там одна полость вдруг она там у несколько их может до возникнуть а там это все настолько это все контролируется но у людей имеющих работу бизнес до своих которые имеют медицинскую страховку или не имеет и вот стоматология там частная и тем не менее и так и это тоже заставляет человека если у тебя что-то с зубом какая-то мелочь с зубом ты не пойдешь новую резину покупать на свой бэушный автомобиль да супер какую-то или покупать трубу выхлопную за 2000 долларов ты побежишь делать зуб потому что если ты сегодня не сделаешь его там за 200 долларов через полгода те 2000 как раз в те на трубу и понадобится поэтому их от жаре ну конечно они всего раз два раза в жизни даются молочные постоянные 3 уже за деньги вот поэтому не тяните до третьих до третьих не тяните берегите свои вторые вот эти постоянные зубы на самом деле вот хотите сейчас горю технологии вот сделать красивым прям рот как я это говорю да сейчас там брекеты там виниры ну ты иногда губы десны все люминиры люминиры но это это уже так лукавство да а на самом деле вот то есть когда чтобы сделать новую эмаль поэтому для этого и существует до технологии а сейчас технологии говорю тоже все что приходится с металлоги там если мы раньше это металлокерамика всем про не вообще забыли уже про металлокерамику это считается от старой технологии потому что вы уже все металл это плохо для зубов не у всех жен прижимая нет металл на зубах просто там когда находится да он он там будем говорить там коррозирует там разрушает зубы у нас сейчас безметалловая керамика допустим только безметалловая в клинике но если человек попросит моему сделаем моему из всего и золотую коронку же людей да да просят сделать да ну можно и это на самом деле хотя золото это очень благородный металл для зуба там жевательных зуб я просто говорю как доктор с давним стажем просто с эстетической точки зрения это уже открыть некоторые зубы уже незаметны при разговоре там или когда ты там рот шоку открываешь даже незаметно но золото для них лучше будет чем даже без металловая да потому что золото это благородный металл золото оказывает хорошее действие на зубы вот почему золотые зубы все вставляли ну да они вставляли но просто я вам говорю что вот по своей практике когда человеку там каких-то сил обстать коронку приходилось менять после того как ты снимал золотую коронку зуб вообще не разрушенный был полностью под ней с серебро и золото она зуб охраняет из силу наверное свои благородных свойств а как наше кстати уже все блюдо готовы вот смотрите короче что получается просто получается что мы эти помидорки с чесночком из них вышел сок получился прекрасный томатный соус здесь же опять кто что хочет можно кинзой посыпать там можно там петрушкой кто какой-то зелень до посыпать я даже не не клал туда этот лавровый лист ну чтобы не усиливать я заметила что из приправ вы особо ничего не добавляли до автоматы вообще абсолютно не стал но если хотите к и некоторые там любят там иногда дома знаете но это тоже не всегда полезно вот у тебя под рукой там тысячу приправ накупил а дай-ка этого положу туда время всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина реми всегда выгодна игорь владимирович но мне не терпится попробовать я думаю вам тоже давайте начнем пожалуйста не стесняемся угощаемся пробуем да а то мы сейчас этот соли перец знаете там уже сами на вкус вот сочетание сделать если так кусочек чтоб вот это колбасочка дай вот туда вот вот там внутри для меня вообще интрига потому что я по секрету от игоря владимировичу рассказала что я кровяную колбасу не люблю вот сейчас будет а вы ее не узнаете здесь ну как очень вкусно феноменально главный вопрос как называется это блюдо есть у него какое-то специальное название давайте назовем его кальмар с кровью кровавый кальмар кровавый кальмар а может сказать а можно лучше кровожадный кальмар кровожадный точно он же мне же кровяная колбаса внутри еще раз спасибо вам большое за то что вы сегодня пришли к нам в гости не только рассказали много всего интересного но еще и помогли приготовить не помогли а собственно сами приготовили такие чудесные два блюда запоминайте записывайте рецепты готовьте вместе с нами ведь это вкусно полезно интересно это была программа восемь вкусов пока пока